Добрый вечер! Добрый вечер! Компион, самотлор, главная нефтебаза страны. Комментаторы. Экономист Егор Гайдар, политолог Сергей Караганов, писатель Анатолий Стреляный. С 1 января 1972 года в Советской армии и военно-морском флоте вместо сержантов и старшин сверхсрочной службы вводятся новые звания. Соответственно, прапорщиков и мичманов. Устаревают строчки любимой строевой песни «Наш ротный старшина имеет ордена». Про своего старшину, строгого, но справедливого, простоватого, но с доброй душой, чаще всего украинца, вспоминали и через 10 лет после демобилизации. Или наоборот, про тупого солдафона «Дуб-дугом, зверь-зверем». Белогвардейская «прапорщик» в обиходе сокращается до «прапор». Над двумя крохотными звездочками зубаскалят генерал-лейтенант, но маленький-маленький. Официальное положение прапорщиков, как и сверхсрочников. Ближайшие помощники офицеров – воспитатели молодых воинов. Первыми новые погоны получают прапорщики Кантемировской дивизии. Страна знает, вулканы у нас на Камчатке. В 1972 году просыпается Камчатский вулкан Алоид. Страшный взрыв поднимает на высоту тучи пепла и камней. Раскаленная до 1000 градусов лава течет из кратера вулкана Алоид в море и там застывает. Из-за этого территория острова Атласова за месяц увеличивается на 2 с лишним квадратных километра. Сразу же после извержения сотрудники Камчатского института вулканологии приступили к исследовательским работам. Люди отважной профессии, они отбирают пробы газов и минералов, замеряют скорость движения лавы, берут самые молодые образцы породы. В 1972 году 11-м чемпионом мира по шахматам становится 29-летний американец Роберт Джеймс Фишер. На пути к шахматной короне Фишер разгромил с сухим счетом нашего тайманова и датчанина Ларсена 6-0. Затем выиграл у Петросяна 6,5 на 2,5. Матч Фишера с тогдашним чемпионом мира Борисом Спасским проходит в исландской столице Рейкьявике. Первую партию матча выиграл Спаский. На вторую Фишер не явился, сказав, что ему мешает шум камер. Счет стал 2-0 в пользу Спасского. Зато из 9 последующих партий одна закончилась в ничью, а в 8 Фишер выиграл. Еще никогда преимущество претендента над чемпионом не было таким сокрушительным. После победы Фишер заявил, что не видит достойных для себя соперников на ближайшие 20 лет. Новый чемпион любит повторять, шахматы, как и жизнь, это тотальная война. В СССР поражение Спасского считают позором советской шахматной школы. Фишера называют шифером. Военные милиционеры и директора совхозов пересаживаются с ГАЗ-69, именовавшегося беззлобно козлом или ласково козликом, на новую машину УАЗ-469. Новый советский джип, как и старый, зеленый, с брезентовым верхом, с лобовым стеклом, разделенным надвое. Ульяновец УАЗ-469 побольше и помощнее горьковчанина ГАЗ-69. И УАЗика небольшое семейство. Зеленые же военизированные, маленький грузовичок и микроавтобусы. В 1972-м отмечается 70-летие народного тенора Советского Союза Сергея Яковлевича Лемешева. Лемешев в 1965 году покинул сцену, но ради юбилея вернулся, чтобы в последний раз исполнить свою коронную партию Ленского в Евгении Онегине. Лемешев поет Ленского с 1925 года. Другого Ленского страна не знает и не признает. Это 501-е исполнение, 50 лет жизни голоса, рекорд. Лемешев работает на равных с партнершами, находящимися в расцвете сил, Тамарой Синявской, Ольгой и Галиной Вишневской, Татьяной. Ошелное вкусил я впервые Радость чистой и светлой любви Еще Лемешев оставил после себя понятие «сыры». Выйдя однажды раньше положенного из подъезда Большого театра, он застал врасплох стайку поклонниц. Те от неожиданности бросились в рассыпную. Тенор с досадой воскликнул. Ну что вы, право, раскатились, как сыры. С тех пор поклонниц Лемешева, а потом и поклонников вообще, стали звать «сырами». Тюменский север становится главной нефтебазой страны. Первую тюменскую нефть разведали в начале 60-х. В середине 60-х начинается промышленное освоение месторождений и продолжается разведка. Нефти оказывается столько, что теперь, в начавшейся пятилетке, ее добычу планируется увеличить в пять раз. Тюменская нефть в советской истории – самое убедительное подтверждение известных слов Ломоносова о прирастании Сибирью богатств России. Тюменский север – край удаленный, болотистый и комариной. Многие работы ведутся сменными бригадами, приезжающими из европейской части страны. Вахтовым методом. Все 70-е годы, до середины 80-х, непрерывный рост добычи тюменских нефти и газа. Идет соревнование за добычу 1 миллиона тонн нефти и 1 миллиарда кубометров газа в сутки. Цель будет достигнута. Самотлор, нефтяная столица, главный промышленный объект страны. В Тюменскую нефть вложили примерно 30 миллиардов долларов, получили обратно примерно 300 миллиардов. Население о цене черного золота вспоминает, заправляя становящиеся все более массовыми в 70-е годы личные автомобили. Тогда бензин в СССР стоит 7 копеек за литр, минеральная вода – 10 копеек за пол-литра. Сибирская нефть обходится на 15% дешевле среднесоюзной. Спешно достраивается нефтепровод Самотлор-Тюмень-Артемьевск. По нему тюменская нефть пойдет в центр страны и дальше по нефтепроводу «Дружба». Открытие богатейших нефтяных месторождений Западной Сибирь Вместе с последующим резким повышением цен на нефть мирового рынка – это, наверное, самое важное экономическое событие в истории Советского Союза в последних десятилетиях. Сразу выясняется, что никаких реформ, разумеется, не нужно. Какие реформы, когда и так все можно себе позволить? Отстало сельское хозяйство? Закупим продовольствие за границей? Растет дотационная нагрузка на экономику? Профинансируем за счет бюджетных доходов от внешней торговли? Отстало гражданское машиностроение? Закупим заводы под ключ за границей? Можем позволить себе военные соревнования с Америкой, да и вообще со всем миром? Можем все себе позволить? Но только до тех пор, пока сидим на нефтяной игле. Это время стремлений вверх и вглубь. Мода на отдых в горах и на самодеятельные исследования пещер. При Эльбрусье теперь тоже всесоюзная здравница. Горным лыжам нужно учиться. Для модного зимнего загара в горах особых навыков не требуется. Работает новая подвесная дорога от поляны Азау. И теперь за 20 минут можно подняться на высоту 3000 метров. Спелеологи, покорители пещер, напротив, уходят в толщи горных пород. Группа искателей приключений из новосибирского академгородка спускается в самую глубокую пещеру Сибири, Таргашинскую. Спелеологов называют альпинистами в темноте. В 1972 году проходит всесоюзный конкурс балетмейстеров и артистов балета. Он зажигает новые звезды. Первую премию среди танцовщиков получает Александр Годунов. Еще большая сенсация – лучшая из балерин. Надежда Павлова – ученица Пермского балетного училища. Страна узнает понятие «Пермская школа балета». Победу Александра Годунова встречают с прохладным вниманием. Общий приговор. Да, танцовщик красив, одарен и техничен, но скуп на эмоции. Всеобщие симпатии принадлежат Надежде Павловой. Все называют ее Надей. У нее шаг в прыжке открывается на 200 градусов, она висит в воздухе, она обаятельна и скромна. У Павловой наивное ребяче лицо, и она совсем не похожа на взрослую балерину. По условию в конкурсе участвуют танцовщики от 16 лет до 27, Павловой 15. В училище она в 6 классе, учиться ей еще 2 года. В сентябре 72-го игры первой хоккейной суперсерии между сборными СССР и профессионалов НХЛ, Национальной хоккейной лиги. 4 матча в городах США и Канады, 4 матча в Москве. До этого наши встречались только с канадскими любителями. Канадские профессионалы жуют жвачку и играют без касок. Первую встречу наши выигрывают в 7-3. Общее соотношение забитых и пропущенных шайб в серии 32-31 в пользу сборной СССР. Все решилось в последних трех московских матчах. Их канадцы выиграли с перевесом в одну шайбу. Общий счет серии 4-3 при одной ничьей. Матчи проходят в упорной борьбе и ясно, наши не уступают канадцам по классу игры. Зенит славы хоккея в СССР. Фамилии игроков ядра сборной страна знает как членов Политбюро. Третьяк, Цыганков, Рагулин, Кузькин, Лученко, Васильев, Викулов, Мальцев, Харламов, Михайлов, Петров, Зимин, Шадрин, Якушев, Старшинов. Из канадцев особо выделяются Курнуайе, Бобби Кларк и Фил Эспозито. Новый модный силуэт для обоих полов. Подчеркнутая талия, обтянутые бедра, от колен клеш, внизу диаметром сантиметров 30. Конструкцию завершают внушительные копыта, называемые платформами. Пестрая рубаха с гигантским отложным воротником и планкой. И приталенная. Талию делают выточками на спине обычных рубашек. Главный рисунок – жирные запятые, называемые огурцами. Рубашка расстегнута чуть ли не до пупа. На три верхних пуговицы обязательно. А если носится под пиджак, то воротник раскладывают поверх лацканов. Брюки-клеши держатся на бедрах и волочатся по земле. Чтобы штанины не вытирались об асфальт, их обшивают молниями или обклепывают согнутыми пополам монетами, лучше трехкопеечными. Платформы вовсе не тяжелые. Только они не гнутся и очень скользкие. А радикальные модники ходят на платформах и по снегу. В 1972 году Соединенные Штаты добиваются фантастического прорыва на Востоке. В феврале 1972 года президент Ричард Никсон совершает поездку в Китайскую Народную Республику. В результате тщательно подготовленной госсекретарем Киссинджером встречи Никсона с Мао Цзэдуном, Китай впервые за тысячи лет своей истории делает внешнеполитический поворот в сторону Запада. В мае 1972 года Ричард Никсон наносит первый официальный визит президента США в Советский Союз. К этому времени Запад – часть нашего образа жизни. Восклицание «нам хоть селедку, крупу к празднику подбрасывают, а каково жить людям в странах капитала» сменяется на «капитализм, конечно, загнивает, зато пахнет хорошо». Зарубежные корреспонденты рассказывают, как текут мутные воды Сены или Рейна или Темзы, нужно подчеркнуть, про антинародный курс правящего кабинета Тори и «Леон – город ткачей», про то, как мир слышит призыв Москвы, отклики на очередные мирные инициативы, и про то, как в третий раз жители городка Джузеппини избирают своим мэром коммуниста товарища Джузеппе. Передний рубеж антиимпериалистической борьбы советских международников – ограда Белого дома в Вашингтоне. Американский президент хуже дебоширов, несунов, тунеядцев и алкоголиков. Он – главный советский недостаток. Он покровитель реваншистов ФРГ и израильских агрессоров, расистов Юга и пентагоновских ястребов. Он – заложник военно-промышленного комплекса с его непомерными аппетитами и правых сенаторов-конгрессменов с их пещерным антикоммунизмом. Его критикуют все наши газеты, но не могут снять с работы. Перед визитом Никсона антиамериканская пропаганда разом смолкла. Потому как принимали и как визит подавался, становилось ясно – главный гад, он и главный гость. На аэродроме среди встречающих представители трудящихся Москвы. СССР догнал США по числу ядерных боеголовок, и ядерное превосходство сменилось концепцией оборонной достаточности. В Москве подписали документ об основах взаимоотношений между СССР и США, договор по противоракетной обороне, соглашение ОСВ-1 и о сотрудничестве в области медицины, науки и техники, охраны окружающей среды и космоса. Когда вернувшийся из Москвы Никсон войдет в зал Капитолия, конгрессмены встретят его аплодисментами. Никсон был смелым политиком, внешнеполитическим гигантом. Почти что впервые в американской истории он стал играть сложную геополитическую игру. Построив правильные отношения с Москвой и Пекином, он получил возможность давить Пекином на Москву, а Москвой на Пекин. Москва и Пекин в то время договориться не могли. Но одновременно Никсон заложил основы разрядки, заложил основы процесса ограничения вооружений, уменьшился страх перед войной. Некоторые результаты этого процесса ограничения важны и до сих пор. Например, договор об ограничении систем противоракетной обороны. Важны и некоторые другие уроки той эпохи. Сейчас китайскую карту разыгрывает уже не Вашингтон, а Москва. В 1972 году принимаются новые нормативы комплекса ГТО «Готов к труду и обороне» вместо устаревших 1939 года. Пять возрастных ступеней, каждая с золотым и серебряным значками. Ступень «Смелые и ловкие» с 10 лет до 13, потом «Спортивная смена», «Сила и мужество», дольше всего длятся «Физическое совершенство» с 19 лет до 39 и «Бодрость и здоровье» с 40 до 60. Предполагается, что всю жизнь человек, переходя со ступени на ступень, бегает, прыгает, подтягивается на перекладине и бросает гранату. «Будь значкистым ГТО». Эту надпись на высоте 2000 метров установили недавно на горе Лори комсомольцы Кировакана, города, который по праву может называться городом ГТО. СССР Никита Сергеевич Хрущев принял президента Гамаль Абдельна. Из Союза кинематографистов и Литфонда заочно исключают Александра Галича, знаменитого автора-исполнителя, а прежде благополучного драматурга. До этого Галича исключили и из Союза писателей за публикацию стихов на Западе и за сотрудничество с Комитетом по правам человека. Свеча горела на столе, свеча горела, нет, никакая не свеча горела люстра, очки на морде палача сверкали шустро. На вольнодумные песенки Галича до поры до времени смотрели сквозь пальцы. Рост их популярности и сосредоточенность автора «Веселых друзей» на одном лишь вольнодумстве органы переносят с трудом. После исключения и трех инфарктов Галич поет «Есть магнитофон системы Яуза, вот и все, и этого достаточно». Через два года Галич эмигрирует. Ах, левочки, мочалочки, сладко вина пьются, В серебряной чарачке на золотом блюдце. Центральное телевидение в 1972 году начинает новую передачу «От всей души». Ведущая Валентина Леонтьева. Недоброжелатели говорят «Плачьте с нами, плачьте как мы, плачьте больше нас». Поклонники программы про раскрытие лучших сторон человеческого характера. Передача целиком построенная на эмоциях. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся, теряются и находятся. Встречаются фронтовики и вынесшие их с поля боя медсестры, родители и потерявшиеся дети, врачи и пациенты, учителя и ученики, чествуются ветераны труда, мастера золотые руки. Зрители наблюдают за чужим счастьем. Итак, комсомольцы, предъявите ваши адреса. Более чем из сорока городов, областей республик приехали сюда комсомольцы. Нехоженными путями телевидение узнает о герое больше, чем он сам о себе знает, находит людей, которых безуспешно искали родственники и разные организации. Для телевидения нет невозможного, и в программе «От всей души» оно переходит от отражения реальности к ее созиданию. Добрым друзьям от всей души новых вам строек, новых прекрасных и славных дел, товарищи! Но лидеры двух великих держав согласились с необходимостью активизировать диалог. Горячее лето 72-го. Небывалая засуха, массовые лесные пожары, неурожай. Третья в 20-м столетии засуха 72-го года самая продолжительная. На европейской части СССР дожди не выпадают 75-80 дней с июня по август, при том, что зима была бесснежной. Все лето горят леса с севера и средней полосы. Пожары удается в лучшем случае лишь локализовать. 8-го августа на совещании в ЦК положение с будущим урожаем оценивается как катастрофическое. И Брежнев вылетает в 10-дневное турне по Казахстану и Сибири. Эти районы в меньшей степени поражены засухой, и на них теперь главная надежда. Зерна в стране соберут на 14 миллионов тонн меньше, чем в прошлом году. Картофеля и овощей на 16 миллионов тонн меньше. 26 августа 1972 года в Мюнхене открылись 20-е летние Олимпийские игры. А 5 сентября на территорию Олимпийской деревни ворвалась группа боевиков палестинско-террористической организации «Черный сентябрь». Они расстреляли несколько членов делегации Израиля, остальных членов делегации захватили в качестве заложников. Главное требование террористов – освободить из израильских тюрем 200 активных деятелей палестинского движения «Сопротивление». Было принято решение остановить Олимпийские игры. Канцлер ФРГ Брандт обращается с призывом к главам арабских государств. С террористами договариваются об их отправке с заложниками в одну из стран Востока. Террористы и заложники летят на вертолетах на аэродром. Когда террористы выходят на летное поле, по ним открывают огонь полицейские снайперы. Операция проходит крайне неудачно. Заложники при перестрелке погибли, убит пилот одного из вертолетов, полицейский и пять террористов. Трех террористов арестовали. Советские спортсмены, находясь в полной изоляции, даже ничего не слышали о происшествии. Лидер неофициального общекомандного зачета по числу полученных медалей, Олимпийская сборная СССР свои самые выдающиеся победы в Мюнхене одерживает на беговой дорожке, на гимнастическом помосте и на баскетбольной площадке. 20-летняя Людмила Турищева вернула советскому спорту звание абсолютной чемпионки Олимпийских игр по спортивной гимнастике. До нее последней нашей чемпионкой была Лариса Латынина в 60-м году. На легкоатлетическом стадионе блистает будущий муж Турищевой, бегун Валерий Борзов. Он стал первым белым спринтером, обогнавшим чернокожих американцев на дистанциях 100 и 200 метров. Пик Олимпиады, финал баскетбольного турнира. Сборная СССР, сборная США. Перед концом матча наши ведут с разницей в 7 очков. Американцам удается сократить разрыв и даже выйти вперед 50-49. Потом удивительное для соревнований такого уровня путаницы со временем, долгие разбирательства и самые знаменитые 3 секунды мирового баскетбола, данные на доигрывание встречи. Фантастический пас Ивана Едешко через всю площадку и золотой бросок Александра Белова, освободившегося от опеки двух американцев. Мюнхен останется высшим достижением отечественного баскетбола. Исполнилось 70 лет члену Политбюро, секретарю ЦК Михаилу Андреевичу Суслову. Главный идеолог Суслов считается вторым человеком в партии. Репутация Суслова при Брежневе сродни репутации Победоносцева при Александре Третьем, серый кардинал и реакционер. Про Суслова, коммунистического догматика и ортодокса, известно, что он единственный в Политбюро, знает всего Маркса и всего Ленина, что он ходит в галошах и требует от своих водителей соблюдения правил дорожного движения. Руководивший Ставропольем и Литвой, Суслов был потом сталинским секретарем ЦК по пропаганде. Позднее поддержал Хрущева при разгроме группировки Молотова-Маленкова, потом был докладчиком при снятии Фурцевой с секретарей ЦК, потом при снятии Хрущева с первых секретарей ЦК. В партии и стране Суслова не любили и побаивались. Сухой аскет он казался худшей альтернативой жизнелюбивому Брежневу. Марксист-инквизитор, он каленым железом выжигал крамолу при рассмотрении дел на секретаре ЦК, строже всех оценивая любые прегрешения. 20 июня ТАСС оповестил страну, что в ходе обмена мнениями признано целесообразным возвратить из Египта в СССР военных специалистов, оказывавших помощь египетским вооруженным силам в освоении советской военной техники. 21 тысяча военных специалистов могли больше не петь «Напиши мне, мама, в Египет, как там Волга моя течет». Они теперь все знали про Волгу и без маминой помощи. В советской и ближневосточной политике нанесен сильнейший удар. За полтора года до этого внезапно скончавшегося Нассера на президентском посту сменил Анвар Садат. Он успел четырежды побывать в Москве, и всякий раз сообщения о визите становились все короче. Садат заявил, что Египет будет сам нести жертвы в своей борьбе, огласив ранее на весь мир размеры советской военной помощи – 5 миллиардов долларов. С потери Каира Москва лишилась своего главного форпоста в мусульманском мире в самый разгар антиизраильской кампании. Согласно советской пропаганде, египетское предательство по своей подлости почти равнялось китайскому. Только наших танков в Египте осталось 2200. Новое лекарство – панацея. Все советуют втирать мазь со змеиным ядом. Самое безобидное из модных увлечений домашней медицины – мазь с ядом кобры, гюрзы или щитомордника – все же для наружного употребления. Это змеепитомник на базе Батхыского заповедника в Туркмении. Всеобщее восхищение вызывают змееловы – люди отважной профессии, наподобие полярников или вулканологов. К своей работе относятся философски. О змеях говорят – спокойно и с любовью. В 1972 году выходит указ о мерах по усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом. К этому времени уже и дети знают магические цифры 3,62 – цена бутылки обычной водки и 4,12 – цена водки экстра. Своя иерархия у портвейнов, называемых красным вином. Решено сократить производство крепких напитков и увеличить производство вин, пива и лимонадов. Водка теперь продается с 11 утра до 7 вечера. В буфетах и столовых больше не наливают. Самые решительные действия – лечение страдающих алкоголизмом и их трудовое перевоспитание. Разворачивается система ЛТП – лечебно-трудовых профилакториев полутюремного типа. За лечение отвечает Министерство внутренних дел. Часы начала и окончания торговли водкой – теперь время священное. На юбилейном металлическом рубле, выпущенном к 50-летию октября, Ленин стоит с поднятой рукой. Теперь считается, что это он показывает на циферблате 11 часов и призывает. Товарищи, 11 пробило. Промедление смерти подобно. В то время как охотники заряжали ружья. Стойкий продовольственный кризис. Наличие на прилавках множества ранее доступных товаров теперь не гарантировано. Это прежде всего относится к мясу и колбасе, маслу и сыру. Речь идет не о деликатесах, а об ординарных видах продукции. Исключение составляют снабжаемые особо Москва, Ленинград, столицы главных союзных республик, Прибалтика и закрытые города. В Москву прежде ездили за обновами, теперь стали заодно закупать и продукты, А потом и приезжать за ними специально. Из Москвы в другие города, а из других городов в деревне непременно старались привезти и сливочное масло, и гречку, и конфеты к празднику, и апельсины детям. И все-таки колбаса была главным священным продуктом. Колбаса в магазине есть всегда высшая мера изобилия. Колбаса была четырех сортов из рассказов про то, как хорошо жилось раньше. Мясо, разумеется, замороженное. Покупалось тоже. В дороге оно оттаивало, и на полу вагона оставались красные лужицы. Мясо шло прежде всего на первое. И этим оправдывалась непременная кость в каждом куске. А иначе какой бульон? Пожарить такое мясо было трудно, а молоть фарш, делать потом котлеты – канитель не для каждой хозяйки. Упрощается и без того незатейливое повседневное массовое питание и сковородка картошки с колбасой. Становится главным блюдом советской национальной кухни. Самые популярные сорта по 2,20, 2,30 и 2,90 – докторская, столовая, любительская, останкинская. Идут споры, сколько в составе вареной колбасы настоящего мяса. Были разные нормы снабжения. Сельская торговая сеть в расчете на душу населения всех товаров, даже зубных счеток, получала меньше, чем торговая сеть районного центра. Торговая сеть районного центра заметно меньше, чем областного центра. Но даже большой областной город всего получал, опять же в расчете на душу населения, намного меньше, чем Москва. Казалось бы, зачем увеличивать число электричек и поездов? Зачем расходовать жизненные силы народа и возбуждать его недовольство? Проще уравнять нормы снабжения. Но, во-первых, начальство понимало и не хотело этого, что московский прилавок будет таким же, как Калужский. И с начальством тут были согласны москвичи. Во-вторых, начальство понимало, что за колбасой поедут не все. За колбасой ездил цвет народа. В очередях не видно было усталых, больных лиц, никакой ни у кого расслабленности, неопределенности планов. Выходные, чтобы поехать в город за колбасой. Отпуск, чтобы поехать за колбасой куда-нибудь дальше и привезти побольше. Выходишь на пенсию, это значит, что в любое время, не отпрашиваясь у начальства, ты можешь поехать хоть на Дальний Восток за колбасой. Когда коммунист Рыжков сейчас рассказывает, каким он был хорошим главой советского правительства, он забывает добавить главное. При нем советский человек знал, для чего живет. 72-й год, 50-летие образования СССР. В постановлении ЦК о подготовке к празднику констатация. Сложилась новая историческая общность людей, советский народ. Отмечается, что СССР – братская семья народов. Русский – язык межнационального общения. И что в СССР отсутствует почва для национальных конфликтов, сотрясающих почти весь остальной мир. Юбилей оставляет потомкам учрежденный по такому случаю Орден Дружбы Народов и звучный девиз «Наша Родина СССР», под которым стали проходить фотовыставки, фестивали и конкурсы детского рисунка. Во многих странах рассказывают небылицы про туповатое простодушие одной из народностей. В Великобритании таковыми оказались шотландцы, в Болгарии – габровцы. Страны Скандинавии объединены с нисходительным отношением к датчанам. В Америке подтрунивают над ковбоями Дикого Запада. В СССР героями анекдотов стали чукчи. Присоединясь к воспетым в анекдотах народам, к пьяницам русским, пылким грузинам, богатым армянам, недалеким хохлам, хитрющим евреям, чукчи внесли уникальный вклад в советский бытовой юмор. Согласно анекдотам, ловкие охотники чукчи едят на завтрак строганину и геологов, жен любят, не снимая лыж, слагают баллады «что вижу, то пою» и через слово говорят «однако». В анекдотах также действуют олени и тюлени. Очень скоро слово «чукча» начнет звучать комично, и появившуюся песенку «А чукча в чуме ждет рассвета» сочтут насмешкой. Среди всеобщего молчания по этому поводу против анекдотов активно выступает самый известный представитель чукотской интеллигенции, писатель Юрий Рытхеул. В стране, где каждый пятый сидел, а каждый десятый стерек, ботать по фене в обычной жизни не считается зазорным. Новый импульс заимствованием дает кинокомедия режиссера Александра Серова «Джентльмены удачи». Сценарий Виктории Токаревой и Георгия Данелия. Роль доцента, как и голос Винни-Пуха, стала визитной карточкой народного любимца Евгения Леонова. «Ограбление! Гоп-стоп! Нехороший человек! Гридишка! Хороший человек! Забыл. Сейчас. Фрейфея! Действительно, фрейфея! Мы регионы выделю! Помогите! Хулиганы зрения лишают! Впервые на советском экране появился советский блатной мир. Шестерки, барыги, хазы и паханы. «А ты? Ты вор! Джентльмены удачи!» «Джентльмены удачи» были историей четырех очень несчастливых людей. «Воркута! Почему воркута?» «А я там сидел!» «Ну хорошо! А ты, значит, на!» «Джамбул!» «А зачем тут джамбул?» «Потому что там тепло! Там мой дом! Там моя мама!» Над нелирической комедией только в первый год проката хохотало 65 миллионов человек. Это был год 72-й в проекте «Намедни 1961-91. Наша эра». Следующая серия, 73-й год. Ольга Корбут, обмен портбилетов. Мы, Вьетнам, победили высокогорный каток Медео, переворот в Чили, 17 мгновений весны, автосервис. От рака теперь лечат. Любимый мультсериал «Ну погоди». До следующей серии и следующего года. Счастливо! Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон»